всем привет дорогие друзья на обзор xerx work center 33 35 33 45 проблема со сканированием и копированием посмотрим на сканирующую линейку на привод на ремень внимание ремень двигается ремень едет а каретка стоит на месте движок работает шестерни крутятся ремень двигается а каретка стоит на месте вот единственный момент на ремне есть небольшой заусенчик ремень цепляет сканирующую линейку и она приходит в движение зачастую бывает что ремень вращается каретка стоит на месте и аппарат выходит в ошибку думаю для многих сервисников это болячка известно в этом видео поделюсь своим рецептом ремонта привода сканирующей линейки привет если ты впервые на моем канале тебе помогло и понравилось видео не стесняйся подписывайся жми палец вверх жми колокольчик тогда ты будешь первым видеть все новые выпуски потому что впереди у нас много нового и много интересного переходим к разбору узла сканирования первым делом убираем заглушку пластиковую заглушку проводов автоподатчика здесь два разъема освобождаем шарнир кронштейны и убираем крышку сканера с автоподатчиком на передней панельки по всему периметру необходимо освободить защелки сильно не дергаем под панелькой шлейф и разъем дальше по всему периметру узла сканирования откручиваем порядка 10-15 винтов и еще с левой стороны три винта под заглушками убираем заглушки откручиваем три винта чтобы снять стекло сканера также по всему периметру необходимо освободить щелкнуть все защелки с передней стороны необходимо освободить красный проводок снимаем верхнюю часть со стеклом добрались до сканирующей линейки вот она свободно ходит ремень стоит на месте давайте разберем и поближе посмотрим неисправность и пофиксим все это дело первым делом снимаем по краям белые направляющие они снизу на одной защелки далее освобождаем шлейф убираем заглушку шляпку на приводной шестерне и освобождаем ремень шлейф на сканирующей линейке на двустороннем скотче аккуратненько его отлепляем под самой сканирующей линейке она пружинит на двух пружинках в процессе разбора 1 у меня отлетел я это не заметил но в конце видео я ее найду пружинки и белые направляющие от сканирующей линейки не теряем аккуратно цепляем шлейф на двустороннем скотче каретка и ремень у нас руках можно приступить к ремонту вот так вот все это выглядит при ближайшем рассмотрении ремень гуляет туда-сюда место крепления видно что сломано то есть зацепа нет снимем металлическую пластинку вот так полном разборе выглядит каретка процессе разбора у меня отвалилась одна я не знаю как ее обозвать пипка или выступ который крепится на самом ремне и с помощью вот этой пипки у нас происходит зацеп ремня и каретки как по мне так это полная недоработка производителей мне кажется на такую ерунду привод сканирующей линейки крепить не стоило можно было бы придумать что-нибудь посерьезней какой я нашел для себя рецепт по ремонту нам понадобится мелкий винтик диаметром примерно полтора миллиметра ну и длиной миллиметра 3-4 мелкий-мелкий сделаем отверстие в ремне просверлим посадочное место и жестко наглухо посадим прикрутим ремень в каретке этот способ я еще применял наверное лет 12 назад когда работал со струйниками когда на струйных hp каретка билась об левую или правую сторону и вот точь-точь такой же ремень также светал тогда еще для себя я набил руку нашел выход из положения ну что ж применим мое умение и к этому случаю сверло на полтора миллиметра и сверлим отверстие чуть левее или правее значение не имеет все симметрично отверстие есть винтик у меня по металлу но ничего страшного нарежем резьбу заранее нежели потом будем прикручивать вместе с ремнем на каретке резьба есть остается самое сложное сделать отверстие в самом ремне первый раз когда я пытался это проделать боялся что ремень может повредиться лопнуть не знаю пополам или поперек второго ремня у меня естественно нет но как показала практика ремень очень эластичный гибкий мягкий и без проблем дырявится отверстие делаю примерно в том же месте где отвалилась пипка сделал уже не один десяток таких аппаратов и ремнить футь-фу ни разу не рвались самое сложное по моему в этом занятие насадить винтик на ремень желательно чтобы винта была плоская шляпка можно поставить ее таким образом на стол и сверху с усилием с большим усилием друзья насадить ремень видно как трясутся руки от нагрузки но все же получается ремень целый ремень не рвется проверено не на одном десятке аппаратов второй главный момент правильно насадить винт на ремень а именно гладкой стороной ремня к каретке то есть зубьями наружу и вот таким образом у нас все держится что бы ни случилось точно не оторвется ну и все же на всякий случай я делаю капельку клея на конце зубочистки на резьбу винтика мало ли чё если не угадали со шляпкой винта металлическая пластина скорее всего не сядет у меня шляпка плоская можно наверное ее даже и не ставить ремонт завершён переходим к обратной сборке первым делом устанавливаем шлейф через отверстие он на двустороннем скотче поэтому также его закрепим цепляем ремень проверяем все двигается как надо устанавливаем две пружинки под сканирующую линейку для тех кто ремонтирует первый раз где у меня левая рука в этом месте посадочную линейку придется ловить потому что не очень удобно она устанавливается подсоединяем шлейф устанавливаем направляющие на всякий случай после рук протираю сканирующую линейку сухой салфеткой устанавливаем стекло планшетного сканера продеваем спереди через ушка проводок и по всему периметру нажимаем защелкиваем крепим те же 10-15 винтов которые мы ранее открутили и и и Подсоединяем панель, шлейф и разъем. Подсоединяем панель, шлейф и разъем. Устанавливаем верхнюю крышку сканера с автоподатчиком, устанавливаем шарниры и подсоединяем два разъема. Не забываем заглушку под провода АПД. И три заглушки под те три винта. Ну что ж, проверим, хотя тут в принципе все очевидно. Идет процесс инициализации. Home position. Сканирующая линейка позиционируется на своем начальном положении. Да, кстати, друзья, просьба написать в комментарии, кто знаком с такой болячкой, как именно вы фиксите такую проблему. Очень интересно будет почитать, как мне, так и нашим коллегам по цеплу. Ну, здесь все четко. Я думаю, это уже на века. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Пока-пока.